Экзамен сдали, экзамен приняли. Увы, не у всех. Компания ОГЭ среди девятиклассников завершилась 28 мая. Из более 9800 учеников девятеро отстранены от экзамена. Излишнее доверие к умной технике помешало продемонстрировать собственные знания. 31 мая стартовали выпускные экзамены 11-ти классников. Требования к их сдаче не менее суровые. На кону аттестат и поступление в ВУЗ. Регион на 100% готов к сдаче единого государственного экзамена. Но в связи с тем, что требования Роспотреба не отменены, поэтому во всех пунктах приема в каждом классе установлен рециркулятор в достаточном количестве и даже с запасом имеют средства индивидуальной защиты, дезсредства. Коронавирус продолжает держать напряжение, несмотря на то, что с начала пандемии прошел уже год. Темпы вакцинации пока не такие высокие, как хотелось бы по самым пессимистичным прогнозам. Необходимый порог вакцинации, если темпы не нарастить, будет достигнут только к следующему году. Также Ульяновская область занимает стабильно высокие места по распространению коронавирусной инфекции. Это пятое место в Приволжском федеральном округе и семнадцатое по России. Главам ведомств рекомендовано усилить контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима во время проведения массовых мероприятий. Поправки в указ номер 19, всклыхнувшие обсуждения в социальных сетях, носят рекомендательный характер. Работодателям следует перевести на удаленный режим сотрудников, если более 40% штата попадает под критерий вакцинации. Если, соответственно, 60% не добирается, то, значит, должны быть переведены на удаленную работу граждане из группы риска. И это 40% от этой группы. То есть не от общей численности, а от оставшейся численности. Мы принесли решение отложить обязательность в исполнении этой группы до 1 июля. И то, что большой экзонанс. Также я дал поручение председателю правительства Смехову и Алексееву и Марину Венину дать предложение по компенсации части затрат на тестирование. Обстановка наложила отпечаток и на старт летней оздоровительной кампании. В этом году смены будут полностью закрытыми без выезда с территории и родительских дней. 20 из 24 лагерей в регионе включились в программу кэшбэка. Часть стоимости путевки родители могут вернуть. Оставшиеся четыре работают на бесплатной основе для социально незащищенных семей. Кроме того, 8 июня стартует традиционная акция «Помоги собраться в школу». В этом году адресатами программы станут 20 тысяч 850 детей. Вера Мещерякова, Сергей Рябухин, репортер 73.